Всем привет. Здравствуйте. Продолжаем наковыряться с Мелиным. Как помните в прошлом видео я говорил, что обороты большие вон где-то полтора тысячи. Ну, в общем, снял я автограда, посмотрел здесь обжим, прокладочка все четко, везде обжималась. Подсоса воздуха нигде не могло. Да мы вчера и пробрызгивали здесь, когда он был заведен, он все равно дергался мотор. Думал, коллектор, все четко. И, в общем, короче, тут я одну штуку нашел, я и до этого видел. Вот здесь есть канал, идет вот с головки, вот сюда, и вот сюда, и он выходит в коллектор, получается, напрямую. Именно задросили, но он где-то вот там канал, вот в этом месте выходит. Но он идет сквозной, это точно. Потому что, когда был снят коллектор, я его проверял. В общем, открутил здесь боку заглушка, вот такая была, вот она. Ну, по моим ощущениям, там вот внутри, так, ну, тут не покажу камеры, там как будто седло клапана. Такое ощущение, что там должен быть какой-то клапан. На какое-то определенное давление, видят, рассчитан, что ли он. Чтобы, как бы, это, не присасывал, вот расселяя, ничего не знаю. Или когда давление избыточное. В общем, что-то какой-то этот канал, может кто знает, для чего вообще этот канал нужен. На этих идет, на впрыски, там он идет немножко по-другому, он идет тоже в этот, в канал системы этой холостого года, там где-то такой. Там через клапан. Он тоже там есть, этот канал. Я не знаю, но получается, что вот он, я больше ни откуда не могу идти подсос в воздух. Карбюратор все нормально, я не думал, что это он. Ну, в общем, сейчас что я хочу сделать? Не знаю, подберу там длину, глубину сейчас, вытечу туда какую-нибудь заглушечку. Попробую я это отверстие там заткнуть, но больше я выхода не вижу. Потому что, говорю, мне как вот отсюда подсос идет по этому каналу, ну и сами понимаете, вот оно из головки берет воздух и сюда подсасывает, вот полтора, полторы тысячи эти держат. В общем, сейчас будем глушить вот этот канал. Ну и кто знает, напишите. Ну и будем там еще с глушаком заниматься. Ну, сейчас покажем дальше. Вот такую заглушку мы сцепали. Нашли, вернее, вот шарик. Он как раз там гнездо перекрывает, я померил, и должна вот этой заглушечкой прижаться. Сейчас уставим туда и закручиваем эту пробочку. Ну, я думаю, у нас сейчас будет все нормально. Сейчас глушак еще подтянем, там колено. Попробуем заведем, как раз послушаем. Будет сесть, не будет. Ну и обороты посмотрим. Ладно, что, собираем. Где-то я заглушку цепи что-ли. По-другому дух встал, да? Забыл прикрутить на вакуум шланг. Слышу, где-то свистит. Ну, давайте еще подключим. Уже тысяча стало. Нечуть больше тысяч, тысяча двести. Значит, ладно, работает. Все-таки на лонду. Поставил я другой карбюратор. Это со 123-го. Он маленько переливал иногда. Он так-то перебран и все. Сейчас попробуем на нем. Здорово, бал. Здорово, бал. Ну вот, этот работает. Значит, дело в карбе что-то. Ну, на семьсот оборотов. Ну, на семьсот оборотов. Нормально работает. Все, высыпал. Так, ну что, все-таки пришлось скрывать нам этот мой любимый, блин, А4. Мать его за ноги. Будем смотреть, в чем причина, где что-то подсасывается. Я пока ничего не вижу. Ну, это явно за дросселем, блин. Ну, он кручен, и что-то у него заслонка где-то кручен. Прокладка целая. Чего тут за хрень? В моем вот не было, смотри. Это клапин. Ай, как он не достался. Опять мне прилетит. Карбюратор. А тот, собака, работает он вроде ничем. Вот он, активатор, он закрытый. Все нормально. Не, где он плотно стоит. Не пойму я ничем. Ну, ладно, смотрим дальше. Уровень, кстати, хороший. Так, ну что, кажется, мы нашли причину вот этого подсоса. Короче, вот. Это дело вот в этом активаторе. Переключи. Короче, вот здесь канал идет. Он вот воздух забирает вот через этот вот каналчик. И подает там, ну, по своим каналам и туда, в общем, напрямую. И он вот открывается, там у него определенная щель, зазор регулируется. А тут какая причина, вот, смотрите. Видите, как прокладку продуло. Протянуло. Вот здесь вот. Вот он, этот канал идет вот сюда, а потом попадает в тот. Короче, здесь должна такая железная крышечка была. Вот на какой-то карбюраторе она лежала. Я точно помню, вот тут даже буртик под нее есть. В общем, вот ее нету. Вот она продает этот канал. И она, получается, не через актуатор этот, а напрямую туда гонит. Вот здесь тоже вот у меня вот он. Еще один карбюратор я разобрал. Нет, до хрена. Вот здесь она, вот он, канал я вырезал, вот сам под актуатор, вот он, прокладки. А тут как бы заглушено, вот этот канал. Вот тут такого еды нету, вот. Вот тут тоже заглушки нету. Вот это. Так. Сейчас мы осмотрим еще вот этот корпус. А еще где? Еще один. Может, железячка это где есть? Мне кажется, это в ней причина. Видите, здесь тоже нет. Так. А их нигде нету нахрен. И она, получается, вот она идет, этот канал. Он берет отсюда воздух, ну да, правильно, напрямик он хер дует. Ладно, короче, сейчас делаем сюда железо-стеночку. Аккуратненько вырежем, подгоним, ставим. Я думаю, все заработает пучком. Ну все. Заделали мы этот канал. Я думаю, это причина в нем была. Ставим на место прокладку. Вот она, видите, как тут. Прокладка даже сама пластится. Все, так закрывается вот. Дрынь, дрынь. И теперь, я думаю, она никуда от нас не денется. Все, собираем и ставим. Все. Все, придите, работает. Сейчас пусть прогревается. Порезервируем немножко. Струная врата, потому что сейчас додохнет. Ну все. Доделали мы мерсок. Сделал я капот, чтобы подкрывался. Капот весь кривой. Это не что страшного. У нас есть другой. Мы будем его подготавливать к покраске. Попробовал я черным акрилом покрасить. Посмотрю, как будет смотреться. Здесь мы помучились радиатором. Но это я все заменил. Правда, у нас тут тасовки данные с учетом поли-термостата. Сделали дровину хитрый. Нормалек тасовывался. Прокатились мы тут уже хорошенько. Немного давления херовое. На холостых полочках всего. Столько походить, столько походить. Воздухан карбюратор сделал. Автоматика вся работает к положению. В общем, почти все работает, как и должно. АБС не знаю с этим. Работает или нет. Подогрев я не подключал. Так, мелочек еще есть. Все переобуем резину. Пока не показывай. Потом другую. Пока он на родной резиновой. Покажи такого монета. Может кто не видел? Ну да, кривоватый он. Но тут нам где-то сюрприз еще преподнес. Бампера покрасил серебрянкой. Но это Андрюшке задание дам. Будут бензином отмывать. Бензином отмывается все в принципе. Серебрянка. А лак не трогается. Вот видите, все покрашено серебрянкой. То ли с баллончиком. Но она отмывается. Уже я пробовал оттирать передний бампера. Багажники вот убрался немножко. Попылесосили мы его. Да, тут в салоне тут тоже чуть-чуть барабельщика прибрали. Ну, салон, конечно, глизновальный. Не знаю, попробую узнать, сколько будет стоить химчистка. Сейчас мыть мне вообще неохота его. Панельку я не стал еще пока запихивать до конца. Лампочки бывают кое-где отходят. Сейчас их налажу. Часы все пошли. Все работает. Глушак, конечно, бухтит. Ну, приятно в салоне. Ну, как-нибудь видюху заснеет. По катушке. Антенна у нее должна быть электро. Ну, я думаю, с того и сняли. Она сломанная тоже. Вот такая вот антенна. Электро надо искать. Там штекер все есть. Я думаю, с кабаном может подойдет даже. Ну, все, заводим. Сейчас выезжаем. Сейчас выезжаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы закончим по Мерседесу. Ждите, скоро вот новое видео будет. Что это за хрень? Калдино. Калдино. Сей нашим мотором. Будем менять на ней колечки. Так что будет скоро новое видео. Ну, заходите на драйв. По фото еще Мерседес. Там новое видео как раз фотку покажу. На драйве это фото сделал. Как он будет смотреться. Или так на улице мы не ходили. Ну, все. В общем, спасибо за просмотр. Мерседес вроде поехал. Ну, и ждите новое видео. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.